Куда пойти работать? Этот вопрос наиболее актуален для выпускников вузов. Тысячи молодых специалистов ежегодно сталкиваются с проблемой трудоустройства. Легко ли в республике найти работу по специальности? И какие меры в этом направлении предпринимаются правительством? Смотрите в нашем сюжете. Разработка устройств релейной защиты – то, чем занимается Андрей Белянин. В исследовательском центре Брест-Лерон работает еще со студенческих времен. Сначала проходил практику, а потом попал в штат. В ЧГУ получил знания по специальности релейная защита и автоматизации электроэнергетических систем. Многие преподаватели кафедры – сотрудники профильных предприятий. Мне, можно сказать, что посчастливилось, что я попал на это предприятие с первого курса. Постепенно проходил какие-то обучения, какие-то практики, курсы небольшие. Что впоследствии мне помогло и с точки зрения работы производственной, можно сказать, и работы научной. Работа здесь позволяет мне реализовывать свои амбиции. То есть и по поводу разработки устройств, по поводу реализации своих каких-то научных идей. Андрей постоянно повышает свою квалификацию. Совсем недавно получил ученую степень кандидата технических наук. В свои 25 он один из создателей устройства релейной защиты при однофазных замыканиях на землю. Разработка заняла около трех лет. Сейчас ее используют ведущие энергетические предприятия. Это первое устройство, которое позволило записать осциллограммы реальных замыканий на землю с высокой разрешающей способностью. В нем заложен волновой принцип защиты от замыкания на землю, который ранее не был реализован на базе микропроцессорного устройства. Молодых специалистов в исследовательском центре немало и каждый год приходят новые. Более половины сотрудников моложе 35 лет. Бреслер тесно сотрудничает с ЧГУ. Сейчас в компании трудится около 40 студентов, которые в будущем станут востребованными профессионалами. Надо популяризировать вот такую форму обучения. В чем она заключается? В том, что студенты, начиная с второго или даже с первого курса, уже имеют практику на ведущих предприятиях республики. И к окончанию бакалавра или магистрской ступени обучения, они выходят полностью готовыми специалистами. В этом основной плюс и в этом основной достоинство инженерного образования. Любое предприятие заинтересовано получить готового специалиста.